Музыка Как впечатления Лидии Владимировны? Ошеломляющие! Впечатления ошеломляющие! Такие виды, такие панорамы на Большой Каньон красота! Всем привет из Израиля, друзья! И мы направляемся в музей имени Рауэна Гехта. Находится он на территории Хайского университета на высоте 500 с лишним метров. Очень давно хотела сделать подробный обзор. В общем, присоединяйтесь. Знаю, что такие видео и очень многие любят смотреть. Но все-таки есть аудитория, людям, которым это будет очень интересно. Поэтому именно для вас, кто не может посетить Хайфу, не может увидеть эти древности. Здесь также есть очень интересные картины. В общем, все-все подробности сегодня увидите. И вот в этом здании мы сейчас будем все смотреть. Музей находится там. Такие красивые виды отсюда открываются. Здесь, ребята, стрелочки, чтобы не заблудиться. Вот музей вниз. Да, здесь повсюду указатели, поэтому очень легко добраться. А там уже сразу видно, вот там как раз вход вдалеке. Здесь еще есть хорошие столовки. Ну, не знаю сейчас студентов. Студенты есть, нет? Столовки. Столовки. Я думаю, что и недорогие. И вот встречает нас уже, ребята, мозаика. А вот здесь, смотрите, ребята, здесь такая вот огромная библиотека. Вход бесплатный абсолютно. Работает музей с 10 до 4, а по пятницам до часу. И вот, смотрите, встречают нас такие вот древние артефакты. Раувенгехт собирал. Это все частная коллекция. И здесь представлены экспонаты, начиная от 2000 лет до нашей эры, до византийского периода. Так что здесь очень интересно. И для любителей археологии есть на что посмотреть. Вот, смотрите, несколько залов. Почему-то здесь, вот здесь ранее были залы, в каком-то из видео я показывала. Ну, наверное, не знаю, что-то. Сейчас там нет экспонатов. И вот, смотрите, представлено все. Такой вот макет древнего еврейского жилища. Найдена старинная посуда. Это экспонаты железного века 1586 годы до нашей эры. Представлены различные фигурки и посуда. Это в среднем где-то 3000 лет в общей сложности там представлено. А здесь, смотрите, скелеты, кости древних животных. Ой, какие ракушки даже представлены. Музей был основан в 1984 году. Состоит он из двух залов – археология и художественная галерея, где можно увидеть картины известных художников, таких как Пикассо, Пастернак, Левитан, Моне и другие. Это все частная коллекция. Раувен Гехт увлекался археологией и на протяжении 60 лет собирал археологические артефакты, картины. Особенно его интересовали раскопки ханаанского периода, до византийского. Хотя бы прикоснуться, видите, даже не под стеклом, а можно прикоснуться. Да. И вот даже видно, вот старинные, какие все эти узоры, все это сохранилось. Здесь, смотрите, сколько маленьких таких вот кувшинчиков. И еще даже узоры сохранились. Краска. Краски тогда были натуральные. Это, оказывается, 4 век до нашей эры. А вот даже вот узоры, и вон даже узоры сохранились. Краски-то тогда всегда были натуральные. Правда же? Вообще красивые такие. Так все красиво сделано. Тоже смотрите. А здесь другая краска. Экспонаты музея включают монеты, гири, селитские печати, украшения, артефакты из раскопок храмовой горы, изделия из дерева, стекла, металла, керамика и другие. А здесь, смотрите, вот рисунки. Вот еще тоже древние горшки и кусочек краски сохранился. Здесь даже лодка есть, которая 2400 лет. Мы еще увидим сегодня ее. Ладно, идем далее. Такой макет. И вдалеке красивая лодка. Ну, а мы добрались с вами до саркофагов. Такие маленькие. А вот здесь вот уже и побольше саркофаг. Красивый. В Израиле их много. Вот здесь на полу сохранилась, видите, вот тоже древняя мозаика. Слушай, написано. Я не знаю, откуда ее привезли. Но вообще древней мозаики много. В Ципурии мы ездили, видели. Вот Ципурии в Израиле это вообще кладезь всей мозаики. Там даже животные какие-то изображения. Здесь тоже. Да, там же далеке. Смотри, животные изображения. Да, лучше смотреть. Смотри, как ковер. Ну, а мы дошли до стекла. Тоже, посмотрите, сколько лет этому стеклу. Не только камни. Я такую кушинку. Ну, да, конечно. Такие красивые кувшинчики. Здесь, посмотрите, какие. Это вообще красота. А маленькие, если вот как бы на руке, вот так, смотрите. Я такие хочу. Оказывается, эллинический раннеримский период. Вот это все стекло. Книга. Посмотри. Как растение вырисовано. Смотри, как здорово. Угу. Вообще чудеврально. снова древний саркофаг. Достаточно хорошо сохранился. Красивый. Много саркофагов в Бейт-Шарим. Там целое подземное царство. На канале, если что, есть видео. Смотрите. Также есть цепори, где очень много древней мозаики. Плейлист путешествия по Израилю. Маленькие такие саркофаги. Кто там был? Ну, не дети же. Наверное, животные. Вот еще тоже под стеклом, посмотрите, с древними надписями Минара. Здесь, смотрите, египетский период. Красивая тоже распись. Эгипетяне. Здесь тоже вот в открытом доступе. Ага. Вот такой хороший. А вот здесь римский период. И здесь как раз показано было, что вот как они разбивают стену все их приспособления. Вообще, нужно смотреть с той стороны, конечно, по-моему. Вот они, воины эти римские. Да, и вот все, вот чем они стены разбивали. Вот ядра. Вот кусок стены древней. Да. Камнеметы, наверное, да. Камнеметы, вот кусок колонны. И вот так вот это все происходило у них. Старинная посуда и снова кусочки мозаики. Вот, кстати, можно выйти на улицу. Как раз там гуляют люди. Так, ну а здесь уже, смотрите, здесь собраны древние монеты. Можно посмотреть разные монетки. Ну, вот список откуда они и когда. уже можно почитать всю информацию на стендах. Ребята, а сейчас идем смотреть древний парусник. Ему 2400 лет. Так что уважительно, пожалуйста, он уже очень взрослый. В общем, смотрим. Древний корабль обнаружили в 1985 году. Недалеко от морского берега Кибуца Мааган-Михаэль на глубине полтора метра. Конечно, это была сенсация и начались работы. Неожиданно было то, что корабль очень хорошо сохранился. Повлияло все это толстый слой песка и камни. Они как бы окутали корабль, поэтому древесина не была повреждена. Судно оказалось достаточно большим. 14,5 метров в длину и 4 метра в ширину. Общий вес судна составлял 23 тонны. Судя по всему, древний корабль был с Кипра. Судно разобрали под водой, вынесли на сушу, загрузили в контейнер с пресной водой для сохранения древесины. После сложнейшей 7-летней реставрации лодка была собрана и установлена в музее. Здесь макет собрали, как выглядела эта лодка на самом деле. И вот все, что от нее осталось. удивительно, что она еще сохранилась 2400 лет. Там тоже за стеклом такое. А вот здесь вот ребята стенды, где как раз показано, как находили эту лодку, как ее доставали. Ну, а ниже представлена вся утварь, которую достали с древнего корабля. Интересно, что экипаж корабля насчитывал 4-6 человек. Было найдено 4 ложки, 4 чашки и много керамических сосудов. Предположительно, корабельщики питались очень хорошо, здоровой пищей. Были найдены косточки маслины, персики, финики, виноград. Предположительно, корабль недолго был на плаву, так как дно судна не было облеплено ракушками. Трудно сказать, что произошло с древним судном. Возможно, он сел на мель, корабль, возможно, пострадал от шторма. Ребята, ну вот, к сожалению, получается, картинную галерею посмотреть сегодня невозможно. Но на канале есть видео, где я также показывала, делала обзоры картинной галереи, я прикреплю в описании. Если что, кому будет интересно, посмотрите еще дополнительно то видео. Ну, мы с вами сейчас выйдем еще на улицу и посмотрим там. И виды как раз открываются красивые. И есть экспонат. Жарковато, конечно, немножко. Ну, вот, сделаем такой небольшой обзор. А еще, ребята, отсюда открываются очень красивые виды. И давайте посмотрим, какая же панорама здесь. что, мои хорошие, как вам музей минералового надехта? Надеюсь, вам все понравилось. еще хотим немножко прогуляться по окрестностям, но видео буду заканчивать. Кому интересно больше окрестностей, прикреплю видео про Хайфу. Там есть и красивый закат, и ночная Хайфа с виды с канатной дороги. Так что, смотрите. Я всех вас благодарю за просмотры. Пока-пока. Да, очередь здесь знатная. Вот такой вид с кабинки. Море, 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 море во все стороны. В три стороны моря. Несмотря на то, что окна грязные, но все равно красиво. И вот снова елки, и сейчас будет направление как раз в эту сторону. Прямо как на ладошке, вон трубы. Все так близко. Хорошо, так близко видно. обалдеть. Вот эта вся очередь, это все нарах болит. Я впервые такое вижу. хоро, шоу, хороу. Субтитры сделал DimaTorzok